здравствуйте сейчас я покажу как провязать вот такой узор узор называется резинка с наклонными петлями вяжется как резиночкой да и вот одна петелька уходит влево вот так выглядит с лицевой стороны вот так выглядит с изнаночной стороны число петель кратное 7 плюс 2 кромочные и узор имеет 8 рядов я покажу как провязать 2 раппорта узора я набрала 16 петель 14 петель то 2 раппорта узора и 2 петли кромочные 1 ряд 1 ряд мы провяжем это нули вернее даже как нулевой ряд мы провяжем как установочный ряд все петли провяжем изнаночными весь ряд вяжем самостоятельно изнаночными петлями провязали установочный ряд и теперь вяжем первый ряд установочный ряд больше повторять не будем первый ряд снимаем кромочную далее 2 петли перекрестить влево это вот берем вот две петли до у нас мы вторую петлю провязываем за заднюю стенку лицевой петлей провязали и потом сразу же провязываем первую петлю эти обе петли мы снимаем со спицы таким образом у нас одна петля уходит влево далее вяжем 3 лицевые 1 2 3 2 изнаночные 12 это один раппорт узора без кромочной 3 5 6 7 7 петель и повторяем то же самое 2 петли перекрестить влево вот у нас две петли мы заводим правую спицу под вторую петлю и провязываем ее лицевой провязали теперь провязываем первую петлю лицевой провязали обе петли мы снимаем со спицы далее вяжем 3 лицевые 2 изнаночные мы закончили второй раппорт узора кромочную провязываем изнаночной второй ряд и все четные ряды будем вязать 2 лицевые 5 изнаночных кромочную снимаем 2 лицевые 5 изнаночных это один раппорт узора и продолжаем 2 лицевые 5 изнаночных кромочную изнаночных кромочную изнаночные третий ряд кромочную снимаем 1 лицевая 2 петли так вернее 2 петли перекрестить влево это мы то же самое что и в первом ряду делали вот 2 петли у нас спицу заводим под вторую петлю провязываем ее лицевой а потом первую петлю и эти две петли мы со спицы снимаем далее вяжем 2 лицевые 12 2 изнаночные 12 мы провязали один раппорт узора 7 петель и продолжаем то же самое 1 лицевая 2 петли перекрестить влево этого вторую петлю заводим спицу провязываем ее лицевой затем провязываем первую петлю лицевой и 2 петли снимаем со спицы далее 2 лицевые 2 изнаночные мы закончили второй раппорт узора четвертый ряд это у нас четный ряд вяжем 2 лицевые 5 изнаночных кромочную снимаем 5 ряд кромочную снимаем далее 2 лицевые 12 далее две петли перекрестить влево вторую петлю провязываем лицевой затем первую петлю провязываем лицевой снимаем со спицы далее 1 лицевая 2 изнаночные это один раппорт узора и продолжаем повторяем 2 лицевые 2 петли перекрестить влево вторую петлю провязываем лицевой затем первую далее 1 лицевая 2 изнаночные закончили 2 раппорт узора шестой ряд это у нас четный ряд значит мы вяжем 2 лицевые 5 изнаночных седьмой ряд кромочную снимаем далее 3 лицевые 1 2 2 3 далее 2 петли перекрестить влево вторую петлю провязываем лицевой затем первую петлю провязываем лицевой далее вяжем 2 изнаночные 1 2 это один раппорт узора и повторяем 3 лицевые 2 петли перекрестить влево 2 изнаночные восьмой ряд это у нас четный значит вяжем 2 лицевые 5 изнаночных все восемь рядов далее повторяем с первого по восьмой ряд такой вот узорчик получается покажу сейчас на крупно вы заметили да что каждый раз начало ряду нас по лицевой петельки прибавлялась а потом только мы перекидывали петельку провязывали 2 петли вместе 2 петли провязывали как с наклоном влево каждый раз начало ряда прибавлялись петельки поэтому это очень легко запомнить изнаночная дорожка на не изменяется на пяти петельках выполняется вот этот перекос петли так выглядит на большом образце простую спортивную шапочку можно связать на этом все с вас пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал до скорых встреч до скорых встреч